Всем здравствуйте! С вами на связи Леня Манутиану. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу предложить вам рассказ, который называется «Я и моя день. Как достичь гармонии». Это была особая, так скажем, да, просьба, которую мне хотелось так внеурочно, да, внепланово сделать. И поскольку я пообещала, что я сделала на этой неделе расклад, а я, в принципе, человек, который дает слово и сдерживает его, ну, по мере своей, конечно, возможности. Поэтому я решила сделать этот расклад. У нас будет сегодня три позиции. Не знаю, насколько смогу раскрыть эту тему. Заранее хочу сказать тем слушателям, которые только присоединились на мой канал, либо случайно попали на мой канал. Задача канала не стоит дать вам ответы. Задача канала заключается в том, чтобы поспособствовать, да, замотивировать вас немножечко заглянуть вглубь себя. Если в каком-то из раскладов вы не слышите готовых ответов, так как вам хотелось бы, то это показатель того, что в этом и заключается ваш урок. Возьмите небольшую паузу, расслабьтесь, сядьте и подумайте на той информации, которую вы получили. Иногда инсайты, либо ответы приходят не в процессе, когда вы слушаете, да, когда вот я говорю, там, сделайте это, сделайте пятое, десятое, и у вас, как говорится, все получится и будет вам добро. Нет, задача состоит в том, чтобы вы сами услышали ответы, либо пришли к ним. То есть моя задача поспособствовать этому, а не давать готовые ответы, потому что на пути самопознания нету готовых ответов. Есть задачи, есть уроки, которые каждый из нас должен войти. И грош цена будет тем знанием, которое вы приобретете через кого-то. Намного ценнее и полезнее, когда вы сами до чего-то доходите. И, в принципе, этого я и добиваюсь на своем канале. И еще, прежде чем я начну, коль я уже включила эту банкалку, опять-таки для тех, кто недавно на моем канале, я одно время почти в каждом раскладе говорила об этом, но в какой-то период не хотела бы показаться нудной и перестала. Но, видимо, пришло время снова возобновить это напоминание о том, что... Да, мне приятно, когда вы мне говорите знаки благодарности, да, либо хвалите. Но, поверьте, я, как бы так сказать, я не хочу никого обидеть, но лично меня это не столь радует, как если бы вы в своих комментариях написали о том, что вы выносите из данного расклада, что вы готовы делать, да, что вы осознали, что вы поняли, как теперь вы будете действовать иначе. Для меня это намного полезнее, да, почему? Потому что если я каким-то образом могу поспособствовать вашей трансформации, вашим переменам, вот это будет действительно благодарность за то, что я делаю. А сказать, что просто, да, созвучно, да, благодарно, ну, для меня это, по крайней мере, ни о чем. Намного ценнее, когда, особенно в личных сообщениях, когда мне пишут, что вот посмотрела расклад, посмотрела, пересмотрела свою жизнь, поняла, что, блин, не туда иду, буду пробовать иначе. Вот это намного ценнее. Я не люблю лицемерие, я очень открытый человек, я всегда говорю, так как мне идет информация, многие меня не воспринимают, почему? Потому что, ну, люди привыкли жить в своих рамках, в своих правилах, это их мир, да, их восприятие. Я не осуждаю никого, но при этом остаюсь всегда при своем мнении. Поэтому, если вы действительно хотите сделать что-то приятное мне, но действительно от души, то будет, если вы напишите именно из расклада, что вы поняли. Очень много таких комментариев, кстати. Но это напоминание было, скорее всего, для тех, кто только попал на канал и хочет вместе с нами идти и развиваться. Еще раз повторюсь и скажу, что я не гонюсь за просмотрами, я не гонюсь за лайками, хотите ставите, не хотите ставить, ваше право. Моя любовь к тому делу, то, чем я занимаюсь, она не зависит от того, сколько людей посмотрят, либо сколько людей прокомментируют, но она зависит от того, насколько я смогу так или иначе как-то повлиять, хотя бы словом, да, на то, чтобы в вашей жизни запустились перемены. А будете ли вы им соответствовать, будете ли что-то делать или нет, это ваше право. Вот, а, и хочу, конечно же, поблагодарить анонимов. Я просто не понимаю, почему вы не пишете, кто именно благодарит мои расклады финансово, да. В описании к этому видео я оставила Яндекс.Кошелек и номер своей карты для тех, кто хочет поблагодарить меня за расклады. Эти деньги я трачу исключительно на себя, в свое удовольствие. Я радую себя, я рада этому, что я могу это делать с вашей помощью. Если я посчитаю нужным, что мне нужно купить колоду, я в состоянии купить на свои деньги. Если я посчитаю нужным, что мне нужно поменять камеру, микрофон, либо еще что-то, я в вполне состоянии это сделать на собственные деньги. То есть деньги, которые вы переводите, вы радуете меня, а меня как человека, а не, ну, как-то каналу помочь. Канал и без этого будет жить и развиваться. Мне достаточно, чтобы в вашей жизни все было хорошо, чтобы вы постепенно выходили из тех пониманий, что вы не управляете своей жизнью. Я не могу вам вложить те знания, которые есть у меня, и не могу вам вложить, и нету смысла передавать вам ту информацию, которую владею я. Кто-то готов, кто-то не готов. Не столь важно. Важно, чтобы вам нравилась ваша жизнь. Если вас все устраивает в том, как вы живете, окей, все прекрасно, не смотрим расклады, живем, наслаждаемся, я очень рада за вас. Если вас что-то не устраивает, вы начинаете смотреть каналы, какие-то расклады для того, чтобы найти ответы, будьте добры, сделать шаг, действия. Не просто слушать, а именно совершить какие-то действия, что-то поменять иначе. И еще раз скажу, я не даю готовых ответов, раскладов, и именно поэтому я не смотрю позицию, совет вам. Если смотрю, то это очень-очень редко. Потому что я считаю, что нет смысла советовать. Слушайте себя, это будет самый, наверное, приятный и самый умный совет из всех, который, когда вам кто-то сможет дать. Ну что, мы приступаем к раскладу. Просто периодически накапливается какая-то, знаете, желание ответить. У меня я неоднократно говорила в том, что у меня есть проблемы в письменном ответе. Я не всегда понимаю смысл того, что мне пишут. И поэтому голосом мне легче ответить. Хорошо, три позиции. Наша задача сегодня, первая, значит, посмотреть, какая у вас есть тень и как достичь гармонии. Я еще займу вас три секунды и поясню, потому что это имеет непосредственно отношение к раскладу. Пока вы, может быть, выбираете. Можете звук отключить и не слышать меня, и выбирайте спокойную позицию. Когда я говорю, хотя нет, не важно. Это просто будет тема очень большая, такая много времени займет. Надо будет писать, наверное, отдельное видео. Итак, я и моя тень, как достичь гармонии. Первая, вторая, третья позиция. Я надеюсь, вы определились. Хотя не столь важно, какую позицию выберете. Информация, которая должна быть услышана вами, она будет услышана. Второй вопрос касательно принятия. Примите вы ее или нет? Ну, по крайней мере, у меня на канале это так. Не важно, какая позиция. Отодвигаем эти две карты. И приступаем. Позиция номер один. Сначала мы посмотрим, какая у вас тень. И второй вопрос, как вам достичь гармонии. Ну, здесь выпадают конфликты, ссоры. Ваша теневая сторона, она связана с мыслительным процессом больше. И в некоторой степени это больше связано с содержимостью. Знаете, иногда есть такое вот ощущение, то есть, ну, вначале появляется желание. Да, я хочу что-то иметь, я хочу что-то достичь. Вы начинаете двигаться к той или иной цели. И в процессе вы как будто бы забываете о результате и фокусируетесь именно на... Не то, что фокусируетесь, а становитесь одержимыми тем, что вы хотите получить. И вот это является вашим негативом. Ну, негативом, тенью. Иногда вы, желая чего-то, знаете, здесь просто не всегда, возможно, вам понятно, а нужно ли вам это или нет. Здесь вопрос тени, он связан непосредственно с желанием. И, знаете, хорошо, если это желание действительно от души. А иногда бывает тоже ваше желание, ненавязанное. Но вот здесь вот на пути к достижению вот этой вот как цели, да, вы как будто бы теряете намного больше по сравнению с тем, что вы загадали. Ну, например, вы хотите, у вас есть какой-то проект, и вы хотите его реализовать. И на пути к реализации вы настолько сфокусированы на том, вот прям одержимы, да, получить то, что я хочу, чтобы вы становитесь, ну, меньше времени уделяете, например, семье, друзьям, отдыху, да. То есть здесь хочется сказать, а какой ценой, какой ценой вы получаете то, что вы хотите. Иногда вы можете терять друзей, знакомых, только потому, что вот то, что вы хотите получить, она настолько вас, вами управляет. То есть не вы становитесь, управляете, а именно вами. Попробую бы привести еще один пример касательно личных взаимоотношений. Когда мы долгое время находимся в отношениях, потом этот человек, не, неважно, развод, официально, неофициально, человек уходит из нашей жизни. Вот эта вот идея о том, что я должен, я должна быть с этим человеком, либо мне надо любой ценой вернуть этого человека. И здесь даже, понимаете, если намного глубже копнуть, вам не сам человек нужен, а именно вот это вот ощущение, да, что я сопричастна кому-то, я с кем-то рядом, да, что вот такое ощущение, что рутина, которая есть, вот это вот быт, привычка, да, она теряет какой-то свой смысл, когда этот человек уходит из вашей жизни. И мы его возвращаем не потому, что нам человек важен, а именно сама идея вот этой вот привычки. И даже из собственного опыта вижу, что иногда мысль, да, получить кого-то, либо получить что-то, она настолько овладевает нами, что мы уже и забываем, а для чего нам это нужно было. И вот здесь вот теневой аспект, он связан непосредственно с этим, с некой одержимостью. Желанием, знаете, с одной стороны, здесь теневой аспект, он связан с желанием двигаться, двигаться вперед к чему-то новому, пробовать это новое, да, для этого есть способности, да, для этого есть возможности, но вот в одном из раскладов я говорила уже об этом, нету желания оставить, то есть для того, чтобы пойти во что-то новое, вам нужно оставить что-то в прошлом, оставить какие-то привычки, какие-то убеждения, какое-то видение, какую-то рутину, то есть не нужно идти, иначе это будет не новое, иначе это будет заново, когда мы говорим новое, ну, по крайней мере, я когда говорю в своих раскладах, я подразумеваю абсолютно новое, то есть это не выбор между, там, я не знаю, между одной работой и другой, нет, а здесь вопрос заключается в том, что новое, оно не связано с выбором одно из двух, оно связано с тем, чтобы понять, а что есть в одном выборе, что очень важно мне, и что есть в другом выборе ценное, что тоже важно мне, и посмотреть, а есть ли эти качества во мне, и если их нет, то их взращивать, и сделав вот этот шаг, это и будет подразумевать нечто новое, то есть новое, не выбрать одно из двух, либо пойти к третьему какому-то выбору, нет, а новое, совершать те действия, которые вы ранее бы не сделали, то есть ранее вы выбрали бы одно из двух, либо из трех, а я говорю абсолютно новое, не заново по кругу, а на новый виток, то, что вы никогда не делали, и здесь у вас есть это желание, у вас есть это состояние начать что-то заново, но вот этот вот теневой аспект именно одержимости, да, а нужно, здесь не то, что появляются какие-то сомнения, а вы либо хотите туда, куда нужно пойти, достичь как-то, знаете, вот как перфекционисты, да, прям, педанты, вот прям, чтобы это было все в идеале так, как вы хотите, но это с первого раза не получится, нужно совершать несколько попыток до тех пор, пока вы отшлифуете какие-то свои навыки, да, либо какие-то действия, и вот это вот вас останавливает, вы как будто бы вместо того, чтобы пойти вперед, вы идете вглубь, вы закрываетесь, вы начинаете анализировать, вы начинаете думать, и вот эти вот мысли, да, они включают в вас, знаете, вот это вот ощущение заниженной самооценки, что я недостаточно способен, у меня не получится пойти в это новое, то есть вот здесь вот какая-то происходит даже и внутренняя борьба, что с одной стороны хочется пойти в новое, а с другой стороны не то, что вы не уверены, а здесь у вас есть ощущение, что вы не способны, у вас не получится, может быть, в силу какого-то прошлого своего опыта, да, может быть, в силу какого-то вашего внутреннего мировосприятия, может быть, каких-то программ, которые вам передавались в вашей семье, как парадигмы, но вот это вот ощущение неспособности, вот не получится у меня, вот не верю я, и оно всплывает только тогда, когда вы начинаете погружаться в себя для принятия какого-то решения, то есть вы настолько уходите в теневой какой-то аспект, в уединение, что вот в этом уединении вы начинаете нагнетать на себя какие-то вот, ну, не очень хорошие, включаете в себе никакие-то не очень хорошие состояния, вот такое ощущение, ощущение, что когда-то что-то новое происходит в вашей жизни, либо вы готовы уже, да, либо вас подталкивают к чему-то новому, такое ощущение, что вы сидите вечер на улице, и вы сидите в темной комнате, да, даже не включаете свет, и вот заходите, забили себя как-то в какой-то уголок, и вот эти вот тени, которые начинают играть на стенах, они начинают вас пугать, вот эти вот тени вашего мышления, да, то есть вы настолько углубляетесь, нет у вас этой грани между тем, как анализировать прошлый опыт, и как не включиться эмоционально, чтобы потом не осуждать себя, не гнобить себя, чтобы не было вот этой вот заниженной самооценки, такое ощущение, что вот в этой темной комнате, да, если включить свет, вы увидите в клетке, ну, возможно, морскую свинку, либо хомячка, но стоит только выключить свет, как вот это животное, да, оно превращается в крысу, которая на вас нападает, либо в мышь, ну, вот что-то такое пугающее, но осветив это, вы понимаете, что это просто домашнее животное, да, которое не столько, оно само боится, да, если так можно сказать, а вот ваша тень в первом варианте, она такая, давайте посмотрим еще и на... Здесь, знаете, прослеживает, я не случайно сказала про тень, здесь прослеживаются еще такие моменты, когда вы долгое время, здесь такое ощущение, как будто бы вот вы были одни, да, вот это вот уединение, не то, что оно вам комфортно, но вы как будто бы, здесь холодом веет, вот теневая ваша сторона, она веет холодом, вы как будто бы забыли, как нужно жить, то есть настолько в вас укоренились вот эти вот ваши прошлые какие-то неудачи, ваши прошлые суждения, вот вы как будто бы, но это связано с вашими корнями, это связано с вашей семьей, это не какой-то опыт извне там друзей, либо там близкого человека, или еще что-то, нет, здесь непосредственно как-то связано с корнями вашими, что вы уже как будто бы закаменели, холодно стало, вам не хватает вот этой вот, знаете, какой-то душевной теплоты. Именно поэтому в самом начале я и говорила, что вот желание получить что-то, да, какое-то, либо чего-то, либо кого-то, но вы становитесь одержимыми, вы настолько холодны, либо вы все проводите через анализ, что нету какого-то вот чувственного аспекта, да, какой-то вот ласки, что ли, уюта, домашнего, вот какого-то состояния. Здесь очень много холода, где прям, знаете, вот ветер, вот это вот одиночество, будто вы какой-то вот ураган поднимается у вас периодически, и это все запускается вашими мыслями, да, когда вы как-то не видите способа пойти куда вы хотите, либо получить то, что вы хотите. И вы как бы и не старались, знаете, многие из вас верить, вот вопрос веры, в каком контексте, как будто бы вот вы молитесь, да, и говорите, ну вот покажи мне знак, да, как мне быть, и... а вы не видите его. Не то, что этого знака нет, либо вы не понимаете эти знаки, либо вы их не видите, эти знаки, а они прям рядом с вами, а вы их не замечаете. Почему? Потому что вы как будто бы закрыли глаза, и вы смотрите вглубь себя, а вам нужно открыть глаза, открытыми глазами посмотреть на всю ситуацию и понаблюдать, тогда вы заметите, а вы либо как-то, знаете, вот как в медитациях закрываете глаза, либо когда ходите по улице, опускаете глаза вниз, под ноги смотрите. Ну, то есть вы сосредоточены на чем-то своем внутреннем, а у вас внутри не очень хорошо. Да, вот эти вот размышления, они не позитивные, они не идут вам во благо, они наоборот включают в вас процесс самобичевания, да, то есть вы как будто бы, знаете, когда начинаете что-то анализировать, вы фокусируетесь больше на каких-то своих недостатках, а почему не получилось. То есть я недостаточно знаю, я недостаточно умею, я еще не способен, не способна, я не могу. то есть вы не смотрите на то, чего вы уже достигли, да, ну, то есть у вас фокус идет на негатив, и такое ощущение, что вот вы его увеличиваете, 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 и вместо того, чтобы двигаться вперед, у вас вот этот вот негатив, он высасывает вашу энергию, и вы чувствуете себя такими, знаете, одинокими, но в это одиночество вы сами себя вели. Здесь вот явно прослеживается ощущение, что вы как будто бы забыли, как нужно жить. Такая, знаете, очень поздняя осень, ближе к к началу зимы вот в вашей душе вот такая погода. И до весны еще очень далеко вы готовы уже войти в зимнюю спячку. Вот такая вот у вас тень. Хорошо, давайте теперь посмотрим, как же достичь вам гармонии с этим. Я надеюсь, я понятно вам объяснила здесь вот эту ситуацию, что запускает ваш вот этот вот синевой аспект. А теперь как прийти к гармонии с ним? Вы знаете, здесь нужно вам нужно понять, что вот ваша ранимость, да, вы очень ранимый человек, да, вы не открываетесь людям. Может быть, не потому, что только вы не доверяете кому-то, да, либо у вас был какой-то болезненный опыт, просто это ваша натура такая, да, очень ранимая, поэтому вы предпочитаете отпускать к себе людей проверенных. И вот здесь вот на вопрос, как вам достичь, вам нужно научиться любить себя. То есть понимать... Знаете, вот я просто думаю, как... Сейчас опять прочитаю в комментариях о том, что общие слова, никакой конкретики. Как передать мне то состояние вам, что для того, чтобы достичь гармонии, вы должны заботиться о себе, как о ребенке. Как... Как передать состояние, как заботиться о ребенке? Ну вот как заботиться о ребенке? Я же не могу сказать, вот там, одевайте подгузники, да, это конкретное там дело. Либо там, кормите каждые три часа. Желательно грудью молодого младенца, да, а не смесями. Ну, я же не могу дать такой совет. Вот здесь вот как раз-таки вопрос выпадает, то, что вы должны научиться холить и лелеять себя, как ребенка. И понимать, что когда у вас вот появляются вот такие вот ощущения самобичевания, просто вспомните внутри себя, что живет маленький ребенок. И вот, если бы вы шли по улице и увидели кого-то, кто бы ругал ребенка, да, и говорил, ты вот не такой, ты никчемный, как бы вы среагировали? Насколько бы вам было болезненно это? Ну, то есть, насколько бы вы начали бы сопереживать этого ребенка, да, захотелось бы вам сказать, что, ну, товарищ, ну, зачем ты ругаешь маленького ребенка? Мы говорим о ребенке до пяти лет, я не говорю старше дети, да, так, два-три года, да, кто-то кричит, и ты видишь, ребенок плачет. Вот как бы вы поступили? Вот здесь вот совет такой же, да, не поступайте сами собой так, как вы увидели бы другого человека, что он поступает по отношению к своему ребенку. Просто понимаете, что внутри вас живет маленький человечек, который хочет любви и внимания, и элементарно для того, чтобы достичь гармонию, дайте себе просто больше заботы, больше понимания, что ребенку нужно, например, на освоение чего-то больше времени, давать себе больше времени, да, что если вы что-то не понимаете, когда идете в новое, если это знание, то, возможно, вам нужен другой подход, то есть, ну, вы бы попробовали наверняка, ну, сначала на словах объяснить ребенку, да, если какая-то информация ему не знакома, потом, может быть, через рисунок, потом, я не знаю, может быть, сказку какую-то, то есть, ну, несколько способов вы бы попробовали. Ну, осознавая это, да, попробуйте и себе дать такую возможность позаботиться о себе как ребенку, то есть, не кричите. Во-первых, здесь сразу прослеживается страх критики, то есть, заниженная самооценка, она у вас проходит через страх критику. И самое интересное, что из того, что вы вот боитесь, да, что вас будет кто-то критиковать, вы сами начинаете себя ругать, вы сами начинаете себя осуждать, вы сами начинаете себя кричать. А теперь посмотрите с точки зрения, что вы не просто себя осуждаете, а вы кричите на маленького ребенка, какая польза от этого, какой толк, ну, насколько ребенок поймет, как ему действовать или нет, то есть что делать или нет, кроме того, что он будет постоянно бояться, как он сможет развиваться, если вы осуждаете, критикуете себя. И следующие карты, они говорят о том, что вам нужно выстраивать коммуникацию, да, если мы говорим, допустим, о профессиональной сфере, да, либо о развитии в каком-то направлении, выстраивайте системный подход, да, некая такая дисциплина, то есть вот здесь вопрос времени проходит вот прям красной нитью, не торопитесь получить результаты, либо если вы хотите получать результаты, то соизмеримые к вашей цели, то есть понемножку, понемножку, то есть вот на первом этапе я вот такой маленький результат получу, на втором вот это, и там на десятом этапе уже конечные точки я уже получу свое желание, То есть дробите вот этот вот свой промежуток того, что вы хотите получить на маленькие отрезки, для того, чтобы просто отслеживать, да, правильно ли я иду, может быть, что-то нужно откорректировать. Почему? Потому что, вот знаете, кажется такое ощущение, что путь такой долгий, и вот именно на этом пути вы не видите какой-то свой рост. И это чисто в вашем подходе, поэтому я и сказала, что измените подход, то есть не старайтесь стремиться, когда это большое придет, а отмечайте в себе маленькие успехи. То есть когда ребенок начал ходить, что делают родители? Ура, ребенок пошел, начали говорить, ура, он сказал первое слово. Вот относитесь к себе точно так же, кажется смешно, да, но в принципе мы так устроенные люди. Поэтому вам нужна непосредственно система, вам нужна дисциплина, вам нужна стабильность и плюс ко всему вот это вот ощущение комфорта, ощущение теплоты такой некой, да, вот коммуникации. Вы должны научиться общаться с людьми, вы должны научиться словом находить решение, не закрываться в трудные минуты, да, вот включать вот это вот свое уединение, да, и конфликтность. А вот именно, если вам что-то непонятно, спрашивайте, да, выходите на контакт, то есть старайтесь всеми способами не закрываться, а решать задачу в моменте, любыми способами, какими вы умеете. И потому что у вас есть этот потенциал, вы можете решать сложные задачи, самое интересное, что у вас есть этот навык решения сложных задач, но страх, критики, осуждения, заниженные самооценки, такие вот, когда у вас включается ваша тень, это все преобладает над вами. И тогда, как ракушка, а вам нужно, наоборот, открываться и решать непосредственно задачу напрямую. Вот такая вот у нас была первая позиция. Жду в комментариях то, что вы берете для себя, что вы хотите сделать, что вы хотите попробовать для того, чтобы улучшить свои взаимоотношения с вашей тенью, да, как вы будете ее дальше прорабатывать. Еще раз попрошу, не пишите просто благодарность, либо какая у вас ситуация. Так работают все каналы, да, старайтесь делать что-то другое, ну, что-то по-новому, не так, как у всех. Не знаю, может быть, это все-таки мои какие-то предрассудки, но смысл быть такими, как все, когда есть возможность быть собой. Вот будьте собой, не делайте то, что делают другие, делайте то, что, наоборот, то, что не делают другие, то, что можете и способны делать только вы. Ну, это моя просьба, вы вправе поступать, как хотите. Так, позиция номер два. Какая ваша тень? Вы знаете, вот ваша тень, она непосредственно связана со страхами, но я понимаю, что сейчас может казаться, что это слишком абстрактно, но здесь страхи, они придают вам какую-то силу. Вот ваш теньевой аспект, он проявляется именно в каких-то кризисных моментах, да, я уже неоднократно говорила, что здесь, по-моему, двоечки всегда люди, которые ощущают себя ненужными, да, вот это вот ощущение никчемности, то есть невостребованности. А вот свет ваш, да, вы донор, вы энергетический донор, вы яркий, вы эмоциональный, вы позитивный, вы зажигалочки. А тут получается, что вот ваш теньевой аспект, он как раз таки с тем и связан, что когда вы входите в какой-то кризис, в кризисную какую-то ситуацию, в которой вам кажется, что вы не можете ее решить, если вы ее переборете, если вы вот что-то в себе сумеете преодолеть, тогда у вас появляется дополнительная сила. Здесь, понимаете, ощущение того, что вот вы становитесь более храбрыми, что ли, более мужественными, вот вам дает какие-то дополнительные ресурсы. Вот ваша тень, она, наоборот, забирает ваши ресурсы энергетические, поэтому вам нужно посмотреть, если вы чаще всего себя чувствуете в неком таком упадке, ну, то есть от среднего и ниже, да, эмоционально, нету сил, усталость, какая-то лень, апатия, ничего не хочется, как-то, ну, и двигаться неохота, все как-то холодно, неинтересно, не любопытно, вот-вот, это показатель того, что у вас нету внутренних ресурсов, ну, энергии нету, не хватает. Но у вас на самом деле вот в норме, да, если так можно сказать, вы очень позитивный, вы, ну, вот на вас можно, как говорится, батарейки, да, заряжать, вот, просто к вам прикоснуться, и вы уже это самое, передаете энергию. Вы очень позитивный, вы очень солнечный, вы очень теплые, вы очень добрые, очень чувственные, знаете, вот, ну, человечественные такие, если так можно сказать, вот, но вот ваша теневая сторона, она включает вас, вот это, забирает, высасывает у вас энергию. И такое бывает чаще всего, когда вы находитесь вот в каком-то кризисе, когда вкладываете в другого человека, ну, здесь больше про людей идет, нежели в какую-то ситуацию, когда вы вкладываетесь в другого человека намного больше. Вот ваша теневая сторона, она связана с вашим бессознательным, она связана с вашим каким-то эмоциональным фактором. Здесь какой-то вот холод идет, противоположность, ну, то есть зима в противоположность лета, да, вот вспоминайте самое холодное, да, самый холодный день зимой, например, он идет в противовес самому теплому солнечному дню лета. Вот ваша тень, она как раз-таки связана с этим, с упадком, да, эмоциональным в настрое, в ресурсах. Но на самом деле вы, у вас потенциал вот этой вот, вы очень, у вас, как это сказать, сила воли, да, сила духа, она очень огромная. И вот ваша тень, она выкачивает из вас вот эту вот энергию. Сейчас, давайте посмотрим еще, что нам скажут про вашу тень. Может быть, вам станет больше и понятнее, если я до этого писала как-то не совсем понятно. Ваша тень, она связана еще и с некой такой двойственности, знаете, с непринятием, я бы сказала. Вы иногда ходите по кругу, как будто бы замкнутый круг, и ситуация повторяется, некая такая цикличность. Вот здесь все, что связано с цикличностью, с бесконечностью, с повторами, это то, что включает в вас какой-то, знаете, вот теневой аспект. Ну, вот здесь не могу сказать ничего другого, кроме как, вот, знаете, невостребованность. Такое ощущение, когда вот вы находитесь с людьми, да, вы как будто бы аккумулируете эту энергию. Ну, то есть, вы общаетесь, разговариваете, люди вас благодарят за те услуги. Здесь непосредственно я вижу какие-то услуги, ну, то есть, вы что-то делаете для других людей. Здесь непросто общение. И тогда вы чувствуете себя на высоте. Как будто бы, когда вы начинаете отдавать что-то, вам это прибывает в столице. И вот это вот, круговорот этот, он как раз-таки вас пополняет. Но когда происходит какой-то кризис, какая-то кризисная ситуация, когда, возможно, в каких-то моментах вот именно финансовый аспект может включать вас. Ну, недостаток денег, да, допустим, либо какая-то вот бытовая жизнь, она у вас поедает энергию. И вот здесь вот вы как будто бы не видите отдачи. Ну, это знаете иногда, когда женщины-домохозяйки, да, дома. Ну, такая неблагодарная работа, да, каждый день дома убирать, готовить, все такое. И наступает момент, что, блин, все считают, само собой разумеюще, что должен быть обед, должна быть чистая еда. А где слова благодарности, да, за то, что почему-то есть такое вот ощущение, особенно у мужчин, что если женщина сидит дома, то она не устает. То есть только внешняя работа, и особенно физическая, она приносит какую-то усталость. А вот домашние, домашние какие-то дела, ну, это там все легко, да, это, ну, как будто бы она не энергозатратная. Вот здесь вот как раз-таки наоборот. Когда у вас какие-то моменты происходят именно связанные с финансами, либо недостаток, да, вот вы как-то находитесь в упадке, тогда у вас включается вот эта вот ваша теневая сторона. Знаете, еще бывают такие моменты, когда вы хотите передавать знания другим людям, когда вы хотите делиться как-то своим собственным опытом, своими видениями, своими, вот хочется сказать, собой, да, делиться как-то собой. Вот, а это никто не принимает, да, как будто бы это никому не нужно. И вот вы как-то здесь чувствуете себя, что, а, ну, ладно, не нужно, не нужно. Закрылись и погасли. И включили в себе вот эту вот тень, и она начинает высасывать у вас, ну, то есть включаются потом страхи. И они начинают у вас забирать вашу энергию. Хорошо, как же вам достичь гармонии? Ну, во-первых, вам нужно перестать пребывать в каких-то иллюзиях, пребывать в каких-то мечтах, фантазиях. Мне кажется, вам нужно быть более реалистичными в этой жизни. Вы как будто бы сами себя загоняете в угол, да, вот в этой вот какой-то безвыходности. Ну, вам нужно отсекать какие-то иллюзии. Я не знаю, то ли вы идеализируете людей, то ли вы их приукрашаете, то ли вы, как вот я ранее сказала, нарушаете какой-то вот баланс, то есть отдаете больше, чем получаете. И как следствие, вот если вы, как я сказала ранее, с людьми отдаете больше, чем вы получаете, это вас бьет по финансам, но у вас сразу деньги перестают приходить. А вы как будто бы нарушаете финансовый баланс. И вам здесь как раз-таки возникает такое ощущение, что как так? А где то, что говорят в возвращении Асторицы? То есть где ранее то, что я сказала вам, возвращается, это на уровне энергии, а здесь вопрос то финансов-то где, а денег-то нету. Вам нужно смотреть на вещи более реалистично. Вот ваши страхи, они вас очень убивают. Здесь такое ощущение, что вы, знаете, обратите внимание на то, сколько вы говорите. Здесь такое ощущение, что вот вы, может быть, рассказываете, делитесь своими какими-то советами, не советами, прошу прощения, а своими идеями, то, что вы хотите реализовать, а вам здесь говорят не нужно. Ну, то есть сначала сделай, а потом. Здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы сами себе планы перекрываете, когда начинаете рассказывать, много открываетесь, много о себе говорите. Надо наоборот держать язык за зубами. Говорить столько-столько нужно, а если хотите сказать, то только тем людям, которым вы действительно, в которых вы уверены и считаете нужным поделиться с ними. Плюс ко всему, здесь вопрос принятия тоже встает. Так странно, ранее я говорила о финансах, да, но на самом деле у вас огромный потенциал финансовый. И здесь вот как раз-таки вы и не принимаете. А здесь знаете, что может быть еще? Есть такое вот ощущение, что может быть у вас всплывает какое-то убеждение, которое говорит о том, что вот я за свои услуги, ну, не должен брать много, да, либо вот сколько дадут, столько и должна быть, там, должен быть благодарен. Либо мне эти способности даны свыше, да, то есть я не могу на них зарабатывать. Какое-то, вы знаете, какое-то вот непринятие денег за свои способности. А ваши способности, это непосредственно ваша энергия. Вы не принимаете финансовый поток. Вы не принимаете себя как человека самодостаточного, как человека, который уже достиг чего-то. Либо человек, который знает, да, вот здесь вот все сходится к тому, что, ну, вы как-то, знаете, вот это я, а это не я. Это не моя часть, да. Ну, я такое, вот у вас просто здесь есть какие-то убеждения очень жесткие касательно развития. Вот как должно все развиваться, как, что я как будто бы не могу развиваться через какое-то вот удовольствие, что развитие, оно всегда через боли, развитие, оно всегда через какие-то сложности, препятствия. Что развиваться, ну, сам по себе процесс развития, он болезненный. А не, ну, нереально быть счастливым, когда у тебя все хорошо, и чтобы ты шел в развитие. Обязательно что-то должно не работать. Здесь вот какие-то вот такие вот убеждения. Поэтому, возвращаясь к тому, что, а что же вам делать, да, как быть в гармонии, вам нужно, во-первых, принять себя полностью, целиком, посмотреть, какие фрагменты в себе вы не принимаете. Ну, это у каждого свои, я не могу сейчас в общем раскладе про это сказать. Поменьше говорить о своих целях, о своих задачах людям. Здесь так хочется сказать, что вы сами себя раните какими-то своими мыслями. Ну, то есть, вы по натуре очень чувствительный человек, очень эмоциональный. И как только вы включаете свою голову, вам от этого, ну, нету добра. То есть, вы начинаете размышлять, размышлять, и следствие ваших размышлений должно быть некое такое созерцание, понимание, да, опыта какого-то для того, чтобы дальше двигаться. А вы, наоборот, себя как-то в золотую клетку, либо в угол какой-то себя заводите. Надо смотреть вглубь себя, не вовне, а вглубь. Вам нужно четко понимать, что внутреннее преображение, да, внутреннее украшение своих страхов, внутренняя работа над собой, она будет приводить, ну, приносить вам какие-то результаты вовне. То есть, внешнее, оно является следствием вашего внутреннего состояния. Если что-то вовне вас не устраивает на данный момент, а в большей степени это с финансами связано, это показатель того, что внутри вас какая-то часть, какую-то часть вы не принимаете. И эта часть, она отождествляется с финансами. Наверняка есть какая-то мысль, какая-то идея, которая отрицает этот момент. Поищите это в себе. Вот такой здесь, такая у нас здесь тень. По второй позиции. И мы, если я без муского времени, и мы переходим к позиции номер три. Давайте здесь посмотрим по третьей позиции, какая у вас здесь тень. Здесь по третьей позиции проходят люди, которые... Имеют какой-то свой внутренний стержень. Очень жесткий, очень такой, знаете, основательный. То есть, имеете внутреннюю опору. Люди независимые. Люди, которые... Самостоятельные, да? Которые готовы брать ответственность за свою жизнь. И понимают многие вещи. Люди, у которых хорошо развита интуиция. Возможно, вам нравится занятие... Заниматься развитием, да? Все, что... Ну, какими-то внутренними, оккультными, может быть, эзотерическими знаниями. Либо вообще просто люди, которые любят что-то читать. Постоянно как-то чему-то обучаться, развиваться. Люди, которые умеют убеждать, убеждать, вести диалог, разговаривать. Вы знаете, хочется сказать, что если есть среди вас практики, вот ваша теневая сторона, поскольку мы говорим о развитии, да? Но это только те, кто развивается. Занимается какими-то эзотерическими практиками. Она иногда может быть для вас теневым аспектом. Теневым аспектом, знаете, в каком ключе? Того, что вы не всегда понимаете, как работает тот или иной аспект. То есть не хватает ясности, четкости, понимания. Очень много, вот знаете, если вы изучаете что-то и читаете, да? Книги, может быть, какую-то литературу, может быть, касательно религии, разных вероисповеданий. Здесь такое ощущение, что вы как будто бы ощущаете, что есть некая такая ложь. Есть некий обман, недосказанность. Как будто бы есть какие-то пробелы, темные пятна, и вы их не замечаете. Вот все как будто бы как-то мутно, что-то вокруг да около. Вроде бы я и могу что-то понять, но все так иллюзорно, все так поверхностно. А может быть, кто-то из вас даже боится идти в эти практики? А стоит? Ну, здесь сложно сказать, стоит ли идти или нет. То есть, если вы будете вкладываться, да, если вы будете практиковать, то однозначно вы через... ну, не сразу, не быстро вы получите какой-то свой результат, но этот результат, он больше принесет вам внутреннего какое-то удовлетворение, да, больше на уровне эмоций. Да, вы сможете добиться, получить свою какую-то цель, реализовать какие-то свои желания. Ну, то есть, отвечая на вопрос, стоит ли, да, да, стоит, но идите просто к этому медленно, последовательно, не торопитесь, знаете, вот не все вам известно, не все вам понятно, да. Иногда бывают такие моменты, что начинаете практиковать, и у вас как-то вот появляются какие-то галлюцинации, вы боитесь, ну, то есть, просто потому, что вы не знаете, как устроены вы, как устроен наш мозг, как работает вообще полностью влияние любых практик на наше сознание, на наше бессознательное. Поэтому здесь возникают страхи, но страхи, они очень глубокие. здесь ваш теневой аспект, он связан непосредственно с ночью, ваша тень, возможно, вы ночью как-то более чувствительны, более восприимчивы, именно вы, и начинаете что-то чувствовать, что-то видеть, это вас пугает. Возможно, сны вы видите какие-то, которые вас пугают. Здесь такое ощущение, что вы как будто бы никогда не сможете сделать правильный выбор. вот ваш теневой, ваша тень, да, она связана с этим моментом. Вы любите красоту, любите эстетику, любите такое, знаете, вот у вас тонкое восприятие мира, но здесь такое ощущение, что вы как будто бы находитесь в некой двойственности, и не можете сделать выбор. Ну, мне кажется, здесь вообще даже не столько о тени речи, а сколько о каком-то вашем уроке. Здесь либо весы проходят по знаку зодиака, либо кто-то из вас рожден 6-го числа, но не принципиально, просто как дополнительная информация. Но какая же еще у вас тень? Здесь ваша тень, она связана вот в самом начале вы была королева жезлов, и здесь ваша тень, она почему-то, ну, мне кажется, что здесь больше женщины идут по третьей позиции. Если смотрят мужчины, значит, какая-то женщина в вашей жизни очень важна для вас, и вот вам с ней нужно что-то поработать. Но если смотрят женщины, что, в принципе, более вероятнее по третьей позиции, то здесь вот ваша тень, она как раз-таки связана с тем, что вы как будто бы никогда не сможете раскрыть полностью себя как женщина. То есть вот это, вы знаете, женственность, то ли у вас образ жизни такой, когда вы должны быть более ответственны, более решимы, то есть мужиком в доме, то ли у вас профессия такая, которая требует каких-то более жестких качеств мужских. Ну, вот здесь вот тень ваша, она связана с тем, что вы как будто бы не можете раскрыть в себе полностью женский аспект. И не можете его раскрыть, такое ощущение, что вот именно внутри вас вот ваша пара, не вовне, это мужчина не вовне, а вот внутри, как будто бы вы не можете найти вот эту вот гармонию между мужчиной и женщиной внутри вас. вы должны пройти трансформацию здесь. Знаете, такое ощущение, что вот у вас в детстве был какой-то очень травматичный опыт. Знаете, может быть, это связано с какой-то смертью, может быть, вы увидели какую-то аварию, потому что здесь идет такое ощущение, что вот ребенок, и он как будто бы испачкан кровью, то есть либо боль какая-то очень сильная, либо утрата какого-то близкого человека, очень, ну, такого родного. И вот после этого такое ощущение, что, ну, это то, что появилось, послужило, да, вот этой вот причиной, как будто бы вы, ну, закрылись в себе как женщина. И не можете раскрыть, понимаете, такое ощущение, вы не можете, поэтому и в практике-то вы идете, здесь такое ощущение, как для того, чтобы заместить вот это вот ощущение, я не смог, я не могу, как бы так сказать, я не могу проявлять свои вот эти вот качества, умения чувствовать, да, вовне, ну, вот для мужчины, для другого человека. И я вот эту вот, вот эту вот свою женственность, вот эту энергию, я ее использую для каких-то других там практик, да, что-то делаю, ну, вот как развитие самопознания. А суть заключается в том, что вы как будто бы замещаете одно другим. На самом деле, вот как будто бы не можете раскрыть свою суть. И это связано с детством, с тем болезненным, очень болезненным опытом. Он как-то связан с вашей чувствительностью. Здесь не крики, здесь не ссоры, нет, здесь очень-очень такое болезненное что-то. Знаете, хочется сказать, ссори, конечно, но вот как будто бы, знаете, вот как будто бы вот вас изнасиловали, что ли. Ну, как будто бы вот такие вот очень болезненные какие-то ситуации были. Либо утрата, либо какое-то хирургическое вмешательство, что ли. Ну, вот здесь вот очень много крови. И это связано именно с чувствами, потому что это затрагивает левую часть я смотрю по времени, ссори, как будто бы это затрагивает, левую часть нашего тела. Вы как будто бы защищаетесь. Смотрите, смотрите аркан, да, сколько света. Вы как будто бы защищаетесь от кого-то. Ладно, что-то кого-то я зацепила, здесь что-то такое личное. Всегда третья позиция, она вскрывает какие-то такие глубины. Хорошо. Понятно, что ваша тень, она как-то связана с женскими энергиями, с бессознательным, с чувственностью, с интуицией. Хорошо, как же вам достичь гармонии, да, как же вам вот работать с этим. Это ваш урок. Это ваш урок, и вы должны, это ваш урок, он связан, вот знаете, вот с каким-то вот пожертвованием, как будто бы вот себя пожертвовали, либо отдали в жертву. как будто бы взамен на что-то. Здесь я хочу сказать, вот как будто бы сделку какую-то сделали, да, я тебе это, ну, как будто, вы знаете, брак по расчету. Я буду, ну, не знаю, тебе ухаживать дома, там, смотреть, убирать, готовить, а ты меня будешь обеспечивать. Здесь вот как будто бы какое-то вот что-то такое, и это должно умереть, это должно трансформироваться. То есть пришло сейчас время поменять вот это вот ощущение, я жертвую чем-то, чтобы получить что-то другое. Вот пришло время, это уже отжило себя. Как будто бы жертвуя какими-то своими планами, своими идеями, как-то дальнейшим своим продвижением, да, за заработком, ну, то есть в профессиональной сфере, я имею в виду, да, работаете, и у вас идут вот это вот разочарование, утраты, то есть зачем, здесь такое ощущение, что вот, а зачем я это сделала, то есть для чего, а стоила ли игра свеч, чтобы я вот пожертвовал, и в конечном итоге я все равно не получаю вот этого, знаете, внутреннего какого-то удовлетворения, здесь вам нужно пересмотреть сто процентов эту ситуацию, которая у вас происходит, если вы ее не пересмотрите, она, как говорится, пересмотрится сама, потому что время прошло, это естественно, то есть вы уже чувствуете отголоски, может быть, кто-то сейчас проходит эту трансформацию, эти перемены, новый этап в вашей жизни, новый этап, когда вы, у вас есть сейчас какой-то шанс, да, когда вас обучают, да, либо вы пойдете куда-то учиться, да, и это будет связано с тем, что как будто трансформация, она проведет вас к уходу от того, что вы долгое время не реализовывали вот какую-то свою мечту, какое-то, какое-то свое желание, какой-то цель, вот вы от этого уходите, этот период закончился, и начался другой период, когда вы будете более активными, вы будете работать, трудиться именно над внутренним балансом, у вас будет шанс, у вас будет очень большой шанс, который, ну, когда у вас все получится, и, ну, то есть, я подытожу и скажу, что, отвечая на вопрос, как достичь гармонию, перестаньте быть жертвой, либо ощущать себя, либо, если есть какая-то здесь сделка, вот просто ее разрывайте, ставьте точку, вы в правильном, то есть, не бойтесь, вы в правильном направлении идете, это уже не имеет, вы сами уже чувствуете, что вот то, что было, оно уже не имеет над вами власть, то есть, вы потеряли намного больше, нежели приобрели, и вы это осознали сейчас, либо осознаете в будущем, либо уже в прошлом, я не могу по времени сказать, когда у вас происходит эта трансформация, потому что это довольно-таки долгий период, ну, это не одного дня, ну, и не одного месяца, он естественно, это постепенно, 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 но вы уже уходите от того, ну, либо в будущем уйдете, от своего бездействия по отношению реализации какой-то своей цели, то есть, вы как будто бы и надежды потеряли на что-то, что уже нет, и это все остается позади, у вас появляется вера в нечто новое, что у вас будет шанс, что вы сможете получить, достичь какого-то успеха, да, если 100%, если здесь делаете какие-то практики, то они завершатся успехом, у вас получится, если вы даже поставите себе цель раскрыть вот свой женский вот этот аспект у вас получится, если вы поставите цель исцелить, исцелить себя вот от этой травмы, боли, которую я ранее говорила, получится оно не быстро, да, здесь привязанность была очень сильная и неуверенность, здесь такое ощущение, что вот вами играли, знаете, вот здесь не то, что игра, здесь как будто бы манипуляция, основанная на, знаете, человека унижают, специально подавляют, чтобы иметь над ним власть, то есть занижают, занижают, ниже его способности, чтобы, чтобы им, ну, можно будет потом управлять, чтобы он был неуверенный в себе, в свои способности, есть такое ощущение, очень тонкая такая вот игра шла со стороны человека, почему, мне даже кажется, что здесь мужчина, очень тонко, он так, знаете, он вроде бы давал то, что вы хотели, да, вам казалось, что это, да, это то, что я хочу, да, я готова сделать ради тебя что-то, либо готов, и человек говорит, вот, вот это, и вы говорите, как так, нет, это, я не могу, это не входит в мои моральные ценности, как-то, да, не вписывается в мою картину мира, а вам человек говорит, нет, это сделано, знаете, то есть, как-то вот, опускал, 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 в конечном итоге вы как будто бы вот прозрели, да, здесь исцеление, исцеление, да, пройдет, либо произошло медленно, ну да, вот такая вот у нас была и третья позиция, я буду вам признательна, если вы напишите вот по третьей позиции, мне очень интересно знать, какая история здесь действительно ли, ну я не знаю, если здесь возникает вопрос насилия, да, насколько открыто захотите, будьте готовы про это сказать, если это действительно так, но в любом случае, если не готовы, не столь важно, важно, что то, что вы услышали из своей позиции, что готовы сделать, на чем готовы работать, вот, ну вот так, наверное, я с вами прощаюсь, до новых раскладов, до свидания, всем пока-пока, и шумаб до новых раскладов, до новых раскладов, до новых рассп到 location,